МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие планы на будущее? На эти и другие вопросы сегодня у нас отвечает Аким Жаксинского района Баужан. Молгождаров, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Спасибо, что нашли время ответить на вопросы в программе «Час Акима». У нас до этого уже несколько эфиров с Акимами прошли. И уже на этом опыте я тоже базируясь, могу какие-то акценты увидеть, что делается в районах. Где-то упор на промышленность, а вот удивили, а кольца у них упор на животноводство. Вот какие именно фишки в экономическом развитии есть у жаксинцев? Чем можете похвастать действительно? Спасибо, Владимир, за вопрос. Ну, Жаксинский район, хотелось бы отметить, что он один из ведущих тоже районов, который занимается сельским хозяйством. Естественно, основной полу направленности – это развитие сельского хозяйства, как и растеневодство, так и животноводство. Основной упор ставится. В текущем году, благодаря работе наших сельхозтаропроизводителей, удалось добиться, в принципе, неплохих результатов. В этом году мы порядка 460 тысяч тонн собрали зерна. Хотелось бы отметить, что зерно в этом году очень качественное, лучше, чем по сравнению с прошлого года. В ваших краях же была засуха. Да, если говорить в валовом объеме, то есть, конечно, снижение. По итогу все равно хороший получился. Да, по качеству зерна – это один из лучших результатов. То есть, здесь хотелось бы отметить, что, хотя по объему, может быть, некоторые снижения есть, но в то же время качество зерна очень хорошее. Но жаксинское зерно всегда по качеству ценилось, да? На вес золота даже говорят. Да, но оно именно хорошее кликиловийное, хорошее качество зерна. Из этого зерна очень сегодня у нас, вы знаете, есть ТУ «Урожай», который занимается переработкой зерна. Продукция ТУ «Урожай» знаменита не только у нас в области. Сегодня она поставляется за рубеж, Китай, то есть, другие страны. У них вроде как даже есть свои железнодорожные тупики, да? На отправку, на экспорт даже они управляют. Да, комплекс практически он весь завершенный. То есть, есть и тупики, есть и транспортная логистика, которая это сегодня обеспечивает. Есть, конечно, проблемы сегодня у предприятия с вагонами поставок, с поставками вагонов. То есть, этот вопрос, я думаю, комплексной области решается. Но хотелось бы здесь сказать, что вот, учитывая то, что регион имеет аграрную направленность, именно вот, если говорить про растеневодство, сегодня район создает условия для того, чтобы отходить от мононаправленности. То есть, если раньше мы занимались... Диверсифицированное направление, да? Диверсификация, да, правильное производство. В частности, если раньше агрофирма ТНК, например, один из наших крупных сельхозтаропроизводителей, занимались в основном производством муки, то уже в 2017 году они комбикормов в завод поставили. В прошлом году ввели комплекс по производству круп и крупенных изделий. Кстати, вот к крупам давайте вернемся чуть попозже. У меня есть назревшие, как говорится, вопросы. А сейчас давайте дадим слово телезрителю, который до нас дозвонился. Алло, Саряма Ацеба. Алло. Говорите. Я жительница села Жексы, меня зовут Татьяна, я многодетная мать и уже второй год стою в очереди на жилье. Ну, вижу, что постепенно ситуация меняется в лучшую сторону, но хотелось бы знать, что у нас в следующем году предвидится в этом направлении. Значит, жилье для малообеспеченных, да, для многодетных матерей, для других слоев населения? Спасибо за вопрос. Действительно, вопрос жилья, он очень актуальный. Сегодня в рамках программы НОЛУЖЕР очень много проектов в целом по стране реализуется. В прошлом году мы в рамках этой программы реализовали проект по строительству 27-ми квартирного жилого дома, который был также полностью распределен между социальными категориями населения. То есть это у нас многодетные матери, дети-сироты, одинокие матери. То есть вот есть список очередников, которые вот на сегодняшний день у нас составляет 202 человека в очереди стоит. Из них вот шесть многодетных матерей. По решению данного вопроса на сегодняшний день практически завершены разработки проектно-смертной документации по трем проектам. Это у нас один 18-ти квартирный дом и два 27-ми квартирных дома полностью с инженерными сетями, с благоустройством. Данные проекты будут заявлены в вышестоящий бюджет. В случае одобрения, я думаю, порядка 72 семей получат квартиры. Хотелось бы здесь отметить, что вот жительница, которая обращалась, многодетные матери, они относятся как бы в приоритетном порядке. То есть если у нас на сегодня шесть многодетных семей состоит в очереди, то я думаю, если одобрятся эти проекты, то при их реализации она сможет их получить. Ну это ориентировочно, наверное, на 2021 год в любом случае, да? Мы на сегодняшний день заявляем их на 2021 год в случае их одобрения и реализации проекта, соответственно, и решение очередности сдвинется вопрос. Ну и в первую очередь получат наши приоритетные категории граждан. А вот тот дом, который был на въезде в поселок, он сдан уже, да, вот строили его? Да, это он в прошлом году. Я помню, что еще по холодам его продолжали строить. Да, мы его в прошлом году сдали, в прошлом году сразу распределение сделали, то есть это все так же в средствах массовой информации освещалось. 27 семей, состоящих у нас в очереди, получили квартиры. То есть уже новоселы заселились, там все нормально? А индивидуальное жилищное строительство развито у вас? На сегодняшний день для развития индивидуального жилищного строительства у нас в принципе есть земельные участки, инфраструктура обеспечена частично, но, к сожалению, на сегодняшний день у нас очередников на земельные участки отсутствует. То есть земли есть, пожалуйста, любой желающий получить земельный участок для строительства, индивидуальное жилищное строительство, может написать заявление и, еще раз повторяю, очередности нет, может получить земельный участок и строить свой дом. Даже в скором порядке, да? Еще один телефонный звонок у нас в студии. Дадим слово вашим землякам. Алло. Саламу алейкум, меня зовут Теренбек. Раньше я жил в селе Махалоя, часто отдыхал в детском лагере «Березка». И меня очень расстраивает то, что сегодня лагерь находится в упадке. Будут ли предпринимать меры по его восстановлению? Лагерь «Березка». Спасибо за вопрос. Впервые слышим, что в Джексинском районе и был лагерь такой интересный. Да, действительно, вот с 2018 года, как приступил к работе, один из проблемных вопросов, это именно отдых детей в летний период. Это отсутствие своих лагерей в районе. По линии госзаказа размещаются это вот в Боровом, в Зерендее, в других курортных зонах. Изучая этот вопрос, мы для себя узнали, что существовал такой лагерь «Березка». К сожалению, на сегодняшний день там практически ничего не осталось. Это прямо внутри райцентра или где-то возле какого-то села? Нет, это находится в сторону Чистополия, Северной Костанской области. Там есть у нас порядка тысячи гектар лесонасаждений, скажем, лесопосадок. И в одной из них там находится, как раз был раньше детский оздоровительный лагерь «Березка». И изучив этот вопрос, мы в этом году выделили средства на разработку проекта сметной документации для восстановления этого лагеря. То есть на сегодняшний день проектно-сметная документация готова. Проходит, уже завершается экспертиза его. Вместительность будет порядка где-то 70 детей, до 70 детей. И в случае, если этот проект будет реализован, я думаю, что порядка 200 человек, если в три сезона, то за летний период 200 детей сможет восстановить свое здоровье и отдохнуть. Здорово. То есть это тоже у нас вопрос. А там купаться есть, где есть какой-то водоем? Там был искусственный водоем, там отдельных таких водоемов нет. Но зато есть лес, да? Зато есть лес, рекреационная зона, там отдых. То есть очень было бы удобно, я думаю, нашим детям, не выезжая куда-то. Ну и максимально охват был бы. Отправляли обычно в зеренду, в боровую? В зеренду, в боровую, то есть вот эти зоны. Мы говорили о том, что вернемся к вопросу по переработке, по крупиному цеху вашему, большому такому. Мы были несколько раз у вас там, да? Видели, как все только начиналось. Как завозили оборудование, как его монтировали. И даже продукцию видели. Но почему мы на прилавках Кокшетау не видим эти продукты быстрого питания, да? Это считается как полезные завтраки, да? Там 5 злаков, 7 злаков. То есть это быстрые каши. Почему их нет в Кокшетау? По крайней мере, мы не знаем, может быть, места, где их пробили. В отдельных магазинах они есть, но основной упор у нас, вот вы знаете, что в рамках продовольственного пояса вокруг города Астаны у нас сама область расположена вокруг. И у нас в городе Нусултан размещена торговая сеть магазинов Ахмол. То есть основные поставки идут именно в эти магазины. Кроме того, здесь проводятся у нас как штаб ярмарки. И на этих ярмарках мы также привозим нашу продукцию не только крупяные изделия, это и сыры, это и консервы, это и мука наша качественная. То есть практически, в принципе, все эти товары, которые у нас производятся, имеются доступностью. Я так полагаю, что фишка вашего района все-таки больше в переработке, да? Да. Потому что у вас продукция очень такая качественная, которая поступает на прилавки Астаны и области. Очень вкусная, сколько хвалят, да, жаксынский сыр, тоже знаменитый. Еще один телефонный звонок у нас в студии. Дадим слово телезрителю. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Айман, я и моя семья проживаем в селе Жаксы и никуда не планируем переезжать. На данный момент нас беспокоит вопрос о разработке марканцы. Это плохо может подлиять на здоровье моих детей. Что вы можете сказать об этом? Я не совсем поняла разработка. Спасибо за вопрос. Да, действительно, у нас один из таких, скажем так, резонансных вопросов, который населением именно с села Жаксы поднимался. Это вопрос. К нам обратился ТО Жаксылык, которая хотела проводить разработку марканцевых руд, которые расположены возле населенного пункта. Это возле какого села? Возле самого села Жаксы. То есть здесь хотел бы пояснить, что в октябре месяце прошлого года с заявлением обратился ТО Жаксылык по предоставлению земельных участков для того, чтобы разместить там вахтовый городок, для того, чтобы приступить к разработке уже самих руд. Но, однако, районной земельной комиссии был рассмотрен данный вопрос где-то в ноябре месяце прошлого года и было дано заключение о том, что об отказе. То есть ссылка была на то, что согласно кодекса о недрах недропользования сегодня есть определенная зона, в рамках которой запрещается проведение каких-либо разработок. То есть, соответственно, на сегодняшний день те заявления, которые были по предоставлению земельных участков, именно эти земельные участки находятся на территории, которая сегодня не подлежит разработке. То есть, соответствующий отказ был предоставлен. Кроме того, хотелось бы отметить, что буквально 5 октября вышло судебное решение городского суда о признании недействительными протоколов общественных слушаний, которые проходили в 2017-2018 годах по предоставлению. То есть, землячке вашей, которая позвонила, сейчас беспокоиться не о чем, да? На сегодняшний день, да, у нас еще в прошлом году мы соответствующие ответы предоставили. И, то есть, не предоставляем земельных участков для разработки этих уроков. Только что в звонке прозвучало, я живу в Жаксы и никуда уезжать не собираюсь. Вот, как бы логично, да, вполне возникает мой вопрос по оттоку населения. Какая у вас обстановка на сегодняшний день? Приезжают ли в Жаксы жить? И если уезжают, то почему? Понятно. Очень такой деликатный вопрос. На самом деле, действительно, у нас, согласно статистических данных, есть небольшой отток. Но здесь хотелось бы отметить, что если в предыдущие годы у нас отток был значительно больше, то сейчас, можно сказать, ситуация стабилизировалась. То есть, наверное, та ситуация, которая сегодня в районе происходит, это улучшение социально-бытовых условий. То есть, например, сегодня, если говорить в целом про развитие социальных объектов, мы в каждом населенном пункте ставим цель для себя создавать условия для наших граждан. Это вот, например, не просто для того, чтобы приехали в наш район и работали, то есть для того, чтобы привозили семьями, то есть обосновывались. Для этого мы в населенных пунктах максимально сегодня организовываем какие-то детские площадки игровые, уличные тренажеры, варкаунт. То есть создаем условия. Даже в селе, да? Даже в селах. Сегодня нужно необходимо отметить, вот агрофирма ТНК, в тех населенных пунктах, где они ведут свое производство, они за счет социальной ответственности бизнеса, также само устанавливают детские площадки игровые, уличные тренажеры. То есть все это создает условия, необходимые для того, чтобы любой, даже привлеченный гражданин сегодня на работу в наш район, чтобы он мог комфортно привезти свою семью вместе с детьми и получать такие же самые условия, как и в других населенных городах. То есть мы сегодня занимаемся над созданием комфортных условий для населения. Вообще любой район Акморинской области для журналиста интересен, да? Потому что земля поистине историческая. И когда мы приезжаем к вам в командир, ну, лично я на своем опыте, да, мы всегда интересуемся, откуда произошло название вот этого поселка, почему называется это так, это так. И однажды один из стариков в Жаксинском районе сказал, потому что воды не было, Жоксу, и поэтому вышла Жакси. Ну, что, вроде как бы на грани шутки и правды, но что парадоксально, все-таки проблемы с водой у вас все-таки есть. И насколько они уже решены, там же проблемы длительного характера у вас. Спасибо за вопрос. Привозная вода и так далее. Действительно, вот в 2018 году заступил на эту работу, вот до этого времени практически в самом даже силе Жакси, вот то, что вы говорите, это как легенда, вода подавалась по часам, и, соответственно, трудности были. Мы в 2018 году изменили инфраструктуру немножко, поменяли где-то прохождение. Нет, мы подключили одну водонапорную башню, то есть все это создало условия для того, чтобы у нас было бесперебойное водоснабжение. Практически у нас сегодня вода не отключается. А в скольких селах есть еще привозная вода? В скольких селах? На сегодняшний день у нас привозная вода есть в село Ишимское, мы говорим, есть ряд малых населенных пунктов. Проблема эта решается системно тоже. Необходимо здесь сказать, что вот в текущем году мы завершаем работу по реконструкции систем водоснабжения в селе Новокинка. Уже она завершена 23 октября, мы ее сдали, ввели в эксплуатацию. И до декабря месяца мы планируем сдать в селе Ишимском, там тоже более тысячи человек проживает. И на сегодняшний день там... То есть снимается проблема, да, в принципе? Да. Если говорить по численности населения в целом, то доля сегодня обеспеченных централизованным водоснабжением составила порядка 90% от всего населения. То есть на сегодняшний день мы доходим до отдаленных сел, населенных пунктов. К сожалению, у них малочисленная, незначительная численность населения. Естественно, там централизовать водоснабжение сложно. Здесь мы выходим из ситуации, устанавливаем... В текущем году мы с районного бюджета выделили средства. И в самом отдаленном нашем населенном пункте, Тирсахан, проживает там более 300 человек, установили блок-модуль по очистке воды контейнерного типа и тоже его ввели в эксплуатацию. Такая же работа у нас планируется проводить дальше. Это по еще ряду населенных пунктов. Это программа до 2023 года. Касательно самого села Жахсы, ну, знаете, оно у нас сегодня обеспечивается водой из открытого водоема, это озеро Белагаш. Для решения данного вопроса мы в 2018 году начали работы по поисково-разведочной работе. В прошлом году получили подтверждение запаса воды. Практически в этом году начали разработку проекта смертной документации. И сегодня этот проект находится на экспертизе. Вот буквально он должен выйти на днях. Соответственно, после его выхода мы планируем заявить его для его реализации. То есть проект по строительству водозабора и водовода в селе Жаксы, я думаю, решит проблему уже не с открытого водоема, а уже с подземных вод, с качественной питьевой водой. Да, и тогда история про Жоксу останется просто анекдотом. Да, да. У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Меня зовут Елан Ман, я являюсь жителем села Перекатной. У меня следует следующий вопрос. Наш сельский округ, наш сельский водопровод очень старый, введен еще в 30-х годах прошлого века, и с того времени ни разу не романтируется. Я вот хотел спросить, улучшится ли ситуация? Да, практически только что вы обширно ответили на вопрос по воде. Да, я не дошел до этого объекта. Это как раз-таки действительно у нас в селе Перекатном сети очень устаревшие. Они 1939 года, чугунные, с того времени практически не ремонтировались. Хотелось бы отметить, что в Перекатном очень хорошая вода, то есть подземные источники очень достаточны в объеме и в качестве для предоставления этой воды, для населения. Более того, скажу, что наше население, даже села Жаксы и других населенных пунктов, возит воду оттуда, то есть она ничем не отличается уже от магазинной воды хорошего качества. И действительно, мы, когда проводили анализ, очень устаревшие сети на сегодняшний день, мы в этом году также выделили средства для разработки проекта по капитальному ремонту водопроводных сетей в селе Перекатном. Также планируем его, буквально он уже выйдет, и, соответственно, заявится его в вышестоящий бюджет. К сожалению, время эфира у нас поджимает, поэтому давайте ближе к завершению сделаем так. В нескольких тезисах можете отметить основные достижения? Столько-то километров дорог у нас построено, столько-то объектов построено, столько-то отремонтировано и так далее. Прям в тезисном порядке. Хорошо. Ну, хотелось бы отметить, что по итогам 10 месяцев, практически по всем показателям у нас идет рост. Что касается инфраструктуры, то планомерно, системно занимаемся. То есть по дорогам можно сказать, что порядка 135 тысяч квадратных метров в этом году мы отремонтировали. Касательно ремонта объектов социальных, у нас в этом году мы три объекта культуры отремонтировали, порядка 7 объектов мы отремонтировали объектов образования, капитальный ремонт белогарской школы провели. Ну, здесь хотелось бы отметить, вот в рамках безопасности именно населения, у нас сейчас такой один из хороших проектов реализуется, это в части установки видеонаблюдения. То есть на сегодняшний день мы можем сказать, что у нас практически во всех селах, сельских округах, их центральных усадьбах имеется в виду, установлены видеонаблюдения. В этом году мы порядка более 90 видеокамер установили. Кроме того, ну, это уже касается всех у нас объектов образования. В целом мы по району установили более 300 видеокамер. То есть все школы закрыли вопросы, детские сады, естественно, закрыты. Это понятно. Сейчас вот вы сказали безопасность. Я боюсь, чтобы мы не пропустили самый такой важный момент. Ко второй волне коронавируса готовы ли? Есть ли запас медикаментов и готовы ли сами врачи? И достаточно ли врачей у вас сейчас? Значит, если разделить вопрос на два блока, то первое это у нас, хотелось бы отметить, что с самого первых дней объявления чрезвычайного положения мы практически сразу перешли на установку по периметру районного центра, установили блокпосты. В каждом населенном пункте или сельском округе в базовых центральных усадьбах установили пункты наблюдения, то есть проводили мониторинг, кто откуда приезжает, то есть отслеживать эту ситуацию. Мониторинговые группы, как везде созданы, разъясняют работу. Вот с запасом все нормально? С запасами, да. У нас мы практически полностью обеспечили и наши социальные объекты. Здесь хотелось бы отметить работу наших частных партнеров, то есть они также откликаются, большую поддержку оказывают в части предоставления тех же самых санитарных, санитайзеров, различных расходных материалов, которые необходимы нашей больнице. Большая поддержка также оказывается. Хотелось бы также выразить благодарность в отношении этого. В целом школы готовы, то есть у нас часть школ идет в дистанционном обучении, часть в традиционном. То есть ситуация полностью под контролем? Ситуация под контролем, да. Но здесь я хотел бы, пользуясь случаем, обратиться к населению. Все-таки сегодня все эти меры приняты не просто так. Сегодня отмечается некоторый небольшой рост, к сожалению, заразившийся. Я хотел бы, пользуясь случаем, именно призвать к воздержанию от различных праздных мероприятий, собраний, каких-то... То есть все те меры, которые сегодня принимаются главными санитарными врачами, все это нужно выполнять именно для того, чтобы обеспечить здоровье себя, своих близких, родных. Хотел бы вот об этом сказать. Спасибо вам большое за очень интересную информацию, за то, что нашли время посетить нашу студию. Удачи вам в вашей непростой работе и привет вашей священной земле Жексынской. Спасибо. Уважаемые телезрители, на этом наш эфир подошел к концу. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире Аман Собонгсдар. Слава вам. Редактор субтитров А.Семкин